Доброго времени суток, дамы и господа! Опасно ли инвестировать в проект B2B? Факторы риска? Для начала я предлагаю задать самим себе простой вопрос. А что вам мешает зарабатывать в проекте B2B деньги? Только не говорите, пожалуйста, что они вам не нужны. Если вы смотрите это видео, то, вероятнее всего, желаете от жизни чего-то большего. И у вас есть возможность добиться этого. Причем добиться разными способами. Можете выбрать тот, который вам удобнее. Если вы желаете приобрести квартиру, но не хватает денег, то у вас есть возможность внести только часть суммы. Остальное доплатит компания. Желаете съездить в путешествие за 20-30% от стоимости? Ваша цель вполне осуществима. Желаете накопить на обучение? Пожалуйста, вложите часть суммы и получите в несколько раз больше. Что для этого нужно сделать? Просто инвестировать свои средства и получать прибыль. Сейчас в интернете очень много разных обманных схем, где обещают большие выгоды, поэтому люди, которые уже потеряли деньги, относятся с опасением ко всему новому. А кто-то вообще утверждает, что в интернете нет никаких возможностей для заработка и боится вкладывать. Тем более надолго. На самом деле, возможности были, есть и будут. Просто нужно уметь отличать порядочную компанию от тех, кто маскируется под таковую. Хорошая компания всегда работает легально и не обещает заоблачных цифр. За любыми деньгами в любом бизнесе должно что-то стоять. В компании должны быть магазины, товары, продукты, пользующиеся спросом. Те, кто делает деньги из воздуха, кстати, это относится не только к финансовым пирамидам, но и ко многим банкам. Как правило, долго не живут и в любой момент могут исчезнуть. Основная сила компании, конечно же, не в деньгах, а прежде всего в хорошей репутации и ценных продуктах. Каждый день вы идете в магазин и покупаете товары, но в обычном магазине выгоды от покупки, как правило, невысокие. Может иногда будет акция, может иногда сделают скидку, а так, чтобы много и надолго, вряд ли. В магазинах B2B вы не просто получаете товар, вам потом еще и возвращают его полную стоимость. Мало того, вам выплачивают в несколько раз больше, чем вы заплатили за товар. Вы желаете иметь такой магазин и пользоваться его продукцией? А как вы думаете, сколько человек на земле желают ходить в такой магазин? Наверное, практически все. Кто же не любит выгоду? Как вы думаете, выгодно ли вкладывать в проект, который развивается такими мощными темпами, тем более тогда, когда он находится в самом начале? Люди всю жизнь боятся риска, это можно понять. Покупая товар в магазине B2B, человек получает его на руки. Есть ли риск? Никакого риска. Все товары качественные, все законно. Мало того, еще и платят каждую неделю, полностью покрывая расходы, еще и прибыль остается. Компания наши деньги не раздает налево-направо, как происходит в пирамидах. Средства вкладываются в реальное производство высококачественного товара, который продается уже за большую цену и часть прибыли достается нам. Простая и прозрачная схема. Очень выгодно приобретать сертификаты. Вложили, например, 100 долларов, через несколько месяцев получили 400 долларов. Если с реинвестом, то еще больше. Давайте рассмотрим степень риска. По факту мы рискуем всего несколько месяцев, пока не отобьем вложенную сумму. А дальше чистая прибыль. Если реинвестировать, то риски могут стать выше. Но и прибыль в данном случае будет тоже выше в разы. Давайте возьмем в пример следующую стратегию. Вложенное средство мы ежемесячно реинвестируем, ну, например, год. А потом выводим основную сумму. А прибыль продолжаем инвестировать, имея уже пассивный доход без собственных вложений. Если говорить об обычной пирамиде, то инвестировать туда год очень опасно. Шансы практически нулевые. Потому что обычные хайпы могут и 30 дней не прожить. Поэтому доверять свои средства на 12 месяцев, не отбив основной суммы, вряд ли стоит. А если говорить о сети ювелирных магазинов, которая развивается огромными темпами и владеет большими средствами, еще и вкладывает наши деньги в производство, получая прибыль в разы больше, то для такой мощной структуры просуществовать всего год и выплатить нам в несколько раз больше не такая уж и сложная задача. Точнее говоря, обычный режим работы. У всех разные материальные возможности. Кто-то вложит 1000 долларов и может жить на пассивный доход. Кстати, очень неплохой вариант. У кого-то даже таких средств нет. Но можно начать со 100 долларов, инвестировать полученную прибыль и иметь еще больше. А также приглашать людей и зарабатывать на партнерской программе. Как видите, риски в проекте минимальны, а перспективы просто огромные. Многие люди почему-то доверяют банкам и хранят свои сбережения именно там. Тот процент, который предлагают в этих организациях, довольно мал. Его уже за год может съесть инфляция, цены на недвижимость могут подскочить настолько, что вклад окажется просто убыточным. А если говорить о надежности, то вспомните, сколько банков просто исчезли, так и не рассчитавшись со своими вкладчиками. Я не буду подробно описывать эту тему, потому что она и так всем очень знакома. В интернете стали модными многие высокодоходные хайпы, в которых могут платить даже 100, 200, а может и 300 процентов в месяц. Есть даже проекты, которые предлагают удвоить деньги за день за два. Чем выше процент, тем меньше будет жить сайт. Если кого-то приличают большие проценты, то за этим скоро последует разочарование, потому что такое счастье длится недолго. И в конце концов, наивному инвестору снова придется искать новый хайп. Снова рисковать, вкладывать и снова думать о том, как бы вовремя вывести свои средства, пока проект не закрылся. Сами понимаете, что такой режим работы очень некомфортен психологически и разрушительным для нервной системы, потому что быть в постоянном напряжении страхи, бегать из одного проекта в другой в вечных поисках вряд ли кому-то приятно. Опытные инвесторы, как правило, предпочитают стратегии с не сильно высоким доходом, но более надежные. Я не знал ни одного известного бизнесмена, который бы вложил свои средства в обычный хайп. В реальный перспективный бизнес – да, в акции динамично развивающейся компании – да, но в тех, чьей целью является исключительно личное обогащение, ни один умный инвестор вкладывать не станет. Чего всем и желаем. Вкладывайте свои средства максимально рационально и прибыльно. Как говорится, лучше синица в руках, чем журавли в небе. Проект B2B, образно говоря, и является этой синицей. Приглашаем в нашу дружную команду. Для того, чтобы начать зарабатывать, посмотрите, пожалуйста, видео по регистрации, после чего зарегистрируйтесь по ссылке или кнопке под видео. Затем обязательно свяжитесь с тем человеком, давайте посмотрим. Продолжение следует... ...